Добрый вечер, уважаемые зрители! Спасибо, что вы интересуетесь голосом против того, о чем нам рассказывают популярные средства массовой информации. Сегодня Украина снова наша тема. После кровавых событий с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве, бывший начальник главного управления, в Киеве, разведки Министерства обороны Украины Александр Скипальский сообщил, что на Майдане действует третья сила. Цитирую. Поэтому большинство сотрудников силовых структур, которые работают на Майдане, дезориентированы и не до конца понимают, что происходит. Да, и майдановцы тоже, судя по своему, не понимают, что здесь действует третья сила, которая провоцирует обе стороны. Вот это третья сила и есть террористы в полном понимании этого слова. Это бандиты, которые за деньги стреляют в людей. Уважаемые зрители, это сообщение не получило никакого отклика при освещении событий главными СМИ в последующие дни. Если взглянуть на обстановку на Майдане, схожую с гражданской войной, и на развитие политических событий в Украине, нужно спросить себя, является ли заявление Александра Скипальского справедливым или нет. Давайте взглянем на историю. Когда на Майдане в Киеве и январе этого года прогремели первые выстрелы и оплакивали первых жертв, на сайте известного российского журналиста и аналитика Николая Старикова можно было прочитать следующий анализ. Классическая провокация. Раз кровавый режим не хочет проливать кровь, приходится ему помогать. Трупы демонстрантов — обязательный атрибут всякой революции, а иначе как завести толпу, объяснить ей, что режим кровавый? На помощь провокаторам приходят неизвестные снайперы. Они стреляют по толпе, выдавая это за стрельбу полиции. Сценарий всегда один и тот же. Сценарий — стрельба по манифестантам с последующим нагнетанием истерии. Неизвестные снайперы мы уже неоднократно видели в Сирии, Ливии, Емени, Египте. Автор подчеркивает, что такой образ действий — это обычная практика спецслужб, такие как ЦРУ или МИ-16, которые уже были представлены в других государствах по всей Земле. Виновные в таких преступлениях либо сами являются работниками конкретных спецслужб, либо это подкупленные местные жители. Однако официально ответственность за такую резню несет действующее правительство. Уважаемые зрители, эти свидетельства согласуются с различными другими голосами, которые уже сказали свое слово на канале Кляга Мала, либо еще скажут его. Для того, чтобы получить более широкую картину всех этих событий, мы рекомендуем немецкоговорящим зрителям нашей передачи «Порядок из Хаоса» часть 1 и часть 2 от 22 и 23 января 2014 года, а также интервью с Кристофом Херселем к теме «Сирия Украины» от 30 января 2014 года. Хорошего вам вечера! Продолжение следует...